В Керчи в районе Бочарки возник целый автогородок из бензовозов и рефрижераторов со скоропортом, водители которых сутками стоят в очереди на паром, который бы перевез их в Порт-Кавказ. Водители-дальнобойщики вынуждены днями ожидать своей очереди, так как маленький паром не может взять больше 20 машин в случае, если не перевозит вагоны. Захотел вагоны везти, везет вагоны. Не захотел, машины пошли, все. А, то есть даже вы не знаете, сможете ли вы переправиться, даже если подойдет паром? Да, да. Сегодня в очереди на переправу со стороны Керчи стоит 70 машин, но прорвавшиеся со стороны Кавказа в два счета пополнят их ряды. Это уже немножечко разгрузилось, вот сейчас зашло еще 25 машин, но вот пришел паром, если посмотреть, сейчас минут через, может, полчаса будут выезжать машины. Это опять они сейчас разгрузятся и к вечеру вернутся все сюда, это опять 25 машин здесь. Водители объясняют, они перевозят опасные грузы, которые не пускают через порт Крым-Кавказ. Переправа возможна только в рыбном порту Керчи и Феодосии, где очередь еще больше. Дальнобойщики рассказывают, в порту Кавказ скопилась техника для уборочной компании и фуры с топливом для нее. Мы грузимся, остановимся в очередь, пять дней стоим, за полдня выгружаемся, опять три дня стоим. Больше тысячи машин входит сюда. Ожидая переправы, водители живут в своих машинах, не имея элементарных человеческих удобств. Это питание, которым мы питаемся здесь. Зачем ты мне дай ответ? Это магазин, чай, чай, чеснок, вот этим мы все питаемся. Да хотя бы элементарно, справить нужду на самом деле, душевую кабинку искупаться, стоим под солнцем, жара, пепла. Дальнобойщики обращаются к правительству Крыма и России с просьбой как можно быстрее разрешить возникшую проблему и расширить возможности переправ.